Всем привет! Готовимся к зиме. Сегодня мы с вами приготовим острый томатный соус. Для этого нам нужны помидоры. Разрезаем помидоры и удаляем плодоножку. Вообще для этого соуса не обязательно выбирать хорошие красивые помидорки. Подходят разные помидоры, в принципе все те, которые не прошли, как говорится, конкурс красоты. Перекладываем помидоры в чашу от блендера. Конечно, можно измельчить помидоры и в мясорубке, но мне удобнее в блендере. Измельченные томаты переливаем в кастрюлю и отправляем вариться на огонь. Пока помидоры закипают, порежем лук. В принципе, его можно порезать произвольно, потому что все равно будем его обжаривать. Добавляю в лук растительное масло и буду обжаривать лук до готовности. Помидоры закипели. Делаю огонь поменьше и пусть потихонечку кипят, чтобы выпаривалась лишняя жидкость. Лучок у меня жарится. И чтобы не терять время, я иду чистить перец. Для соуса нужен чили перчик. Я обязательно удаляю зернышки. Я люблю соус поострее, поэтому положу, наверное, 2-3 штучки. Вообще, в принципе, всегда смотрите по своему вкусу. Пока соус готовится, всегда можно его попробовать. И если что, перчик всегда добавить можно больше. Лук поджарился и остыл. Теперь перекладываю его в чашу блендера. К луку добавляю очищенный чеснок. Все пропорции, ребята, как всегда, внизу под видео. И сюда же отправляю чили перчик. Вот прям так, кусочками, как есть. Томаты у меня прокипели 10 минут. Теперь добавляю к томатам измельченный лук. Что у нас здесь был? Перчик. И чесночок. Теперь приправы. У меня идет хмели-сунели. Черный молотый перец. Пропорции, как всегда, будут внизу под видео. Я добавляю орегано, ложечку чили перца сухого и для цвета сладкую красную паприку. Сахар и соль. Теперь, значит, так, я, в принципе, люблю, чтобы, ну, по соли было, как бы, скажем, все нормально. У меня такая вот столовая ложка. Кладу целую столовую ложку. В принципе, всегда можно добавить, если что. Сахар вообще по рецепту от 3 до 5 ложек. Зависит все от помидор. Они бывают в другой раз покислее, послаще, да? В принципе, не надо класть сразу весь сахар. Попробуйте сначала, что у вас получается. Я сначала кладу вот такие 3 полные столовые ложки. И пока соус будет вариться, я буду пробовать. И если надо, я еще добавлю. Ну, а теперь все хорошо просто перемешиваю и отправляю обратно на плиту. Соус закипел. Потихонечку будет вариться. Я попробовала. И немножечко кисловата. Я добавлю еще одну столовую ложку сахара. И оставлю варить соус, ну, примерно минут на 20. Я люблю, чтобы соус был более густой. Поэтому пусть потихонечку выпаривается лишняя влага. Люблю, когда в соусе много зелени. У меня петрушки. Вот два разных вида. И порежу его как можно мельче. Еще в соус добавляю базилик. У меня сегодня зеленый. В принципе, можно добавить и фиолетовый, если вам нравится. Я его тоже нарезаю как можно мельче. После закипания соус у меня варился 15 минут. Теперь я добавляю базилик и петрушку. Все хорошо перемешиваю. И буду варить соус буквально 3-5 минут. После того, как я добавила зелень, соус прокипел еще 5 минут. Сняла его с плиты. Теперь добавляю уксус. У меня 30-процентный. Пропорции, как всегда, будут внизу под видео. Я добавляю полную столовую ложку. Все хорошо перемешиваем. Можно 9-процентный тоже добавить. Я пропорции все напишу. Хорошо перемешала. И закрываем. Заливаю крышки кипятком. Банки у меня уже простерилизованы. Обычно их стерилизую в духовке. Ставлю банки в холодную духовку. Включаю температуру 100-110 градусов. И минут 10 стерилизую баночки. Теперь мы можем с вами перекладывать соус в банки. Теперь закрываем банки плотно крышками. И переворачиваем. Теперь накрываем банки пледом. И оставляем до полного остывания. Примерно на сутки. Этот соус хранится великолепно при комнатной температуре. Соус получается отличный. В меру острый. Подходит и к рыбе, и к мясу. Кстати, мой брат, он же оператор, маринует мясо в этом соусе. Также его можно намазать на хлеб. И получается вот такая закуска. Ребята, обязательно подписывайтесь, если вы еще не с нами. И не пропускайте наше новое видео. Прошу к столу. И приятного вам аппетита!